Каждую осень Тюмень становится столицей документального кино. Здесь проходит международный фестиваль Кинза. Восьмой раз он собирает любителей этого направления синематографа. И впервые не только в своей альма-матер Тюменском государственном институте культуры, а на 11 площадках города. Более сотни документальных фильмов прошли тщательный отбор, чтобы попасть на большие экраны фестиваля Кинза. Его создатель Наталья Соколова даёт возможность увидеть качественное кино, которое не забыть. С каждым годом кино, телевизионное, документальное, становится всё интереснее, креативнее, качественнее по визуальному своему ряду. Кому, как не режиссёрам и сценаристам, рассказывать о кино, его создании и поиске героев? В этом году у региона Тюмень масштабный юбилейный показ. И я очень рада вместе с моими коллегами участвовать в этом замечательном фестивале, который проводится уже не первый год в городе Тюмени. Год 60-летия тюменского телевидения ГТРК «Регион Тюмень» представила на фестивале более 20 кинолент. Над циклом фильмов «Сибирь сон бога» автор Анатолий Мельчук и режиссёр Эдуард Улыбин работают уже несколько лет. Они, снимая фильм «Иероглиф камня. Память воды», побывали на Ангаре и узнали о жизни и смерти старинного сибирского села Кежма, который был затоплен во время строительства Богучанской гидроэлектростанции. «Есть ли на планете Земля более загадочная, чем Сибирь? Может быть? Конечно же, не вытоптанная Европа, не перенаселённая Азия, не заросшая Южная Америка. Земля неведомая. Это сказано всего 80-летий назад». «Мудрость в том, мне кажется, что это временной промежуток. То есть город уходит под воду, он заканчивает жизнь на земле, на суше, но продолжает жизнь под водой. То есть вода как бы для него символ того, что жизнь этого города будет бесконечной». За время съёмок фильмов оператор Сергей Выкосов сумел запечатлеть необыкновенную и нежную красоту сибирской природы и весёлые праздники коренных народов. Эти кадры вошли в видовой музыкальный фильм «Сибирь. Четыре стороны света». «Ключевое слово – видовой. Там всё основано на замечательных пейзажах сибирских. Поэтому, скорее всего, это было большое эстетическое удовольствие». Февраль-октябрь 1917 года. Где, как ни в музее, лучше говорить об этих датах, перевернувших жизни миллионов людей. Фильмы режиссёров ГТРК «Регион Тюмень» Нелли Тоболкиной и Людмилы Борисовой, рассказывающие о Тюмени и Тобольске в это смутное время, показали в Тюменском музейно-просветительском объединении. Этот год – особенный столетий революции. И понять такой сложный исторический пласт в нашей стране, это, конечно, сложно. И я рада, что наши фильмы с Нелли Тоболкиной, может, каким-то образом помогут молодёжи. Теперь на Тюменские улицы, старинные дома, молодёжь взглянет по-новому. «Я каждый день, в принципе, мимо не хожу, но вот только сейчас узнала, что такие великие вещи происходили рядом с такими местами, с нашими тюменскими». Почувствовать горе и отчаяние, радость и гордость смогли зрители, увидев фильмы Юлии Мурзуплатовой и Веры Фёдоровой «Три звезды генерала Федюнинского» и «Герой России бессмертно», «Не павшие и не живые». В каждом фильме слышится призыв, что только общими усилиями создателей кинолент и зрителей можно сделать мир лучше. Фестиваль Кинза вновь пополнил ряды любителей документального кино, дал тему для размышлений. Анастасия Ломацева, Денис Осколков, Юрий Зеленин, Новости культуры.